как ромчик говорит последнее железо из китая вот у него привез он мне наконец-таки потестить лампу а в эту вот а куда же ее включать рома какое место и так и и приматывал к аккумулятор плане короче блок питания сгорел от него сразу через три дня через три дня да ну это ты не умеешь пользоваться ты перестань хаять знаменитую фирму российскую а то так а то так подумает что ты специально тебе не заплатили ты их ругаешь а заплатят будет хвалить ну вот такой локлайн у них покороче вот к нам как раз сегодня две лампочки приехали вот локлайна у них похоже только этот чуть подлиннее это чуть покороче ну надо будет потестить все до кучи я давно хотел ухты вот пока мы положим прысточка прям здоровая 115 наверно да в диаметре скорее всего да ну понятно ладно вот так вот ну шо приехала к нам лампочка мы их как бы немножко посравниваем в чем у них говорится минусы в чем у них плюсы вот александр поснимали с размера сниму сейчас рома подключит лампочки лампочку свою вот к нашему аккумулятору и я надеюсь можно и засветить воспламенить о работает вот мы видим так на что мы видим я оставлю на самый минимум вот он верхний у нас теплый он так и таким желтеньким светит это холодный по идее это тоже вот холодный и теплый снизу сверху да я думаю что видно на желтенький расскажи вам вот это кто у нас два холодных по центру что ли не ну как ты как-то это а я что шабашник шабашник да тренируюсь на тачках клиента ну правильно вот здесь у нас такая система вот честный товарищ честно говорить что у нас тут у нас здесь получается теплый дальше холодный вот его видно дальше опять теплый и холодный но здесь я же говорю я тут сделал я их выключил сейчас пока что вот так ну что дабы нам так сказать было с чем сравнивать от зажигаем теплый холодный и там теплый и холодный и сейчас посмотрим как ночью где смотрится так чуть-чуть добавим яркости было это какая-то сравнимо даже еще чуть потому что визуально видно здесь более такие темно сочные цвета и уход в зеленинку здесь вот так ну ничего смотрим дальше насчет и взялся там слабые светодиумы ну вот смотрим наши вмятины принципе нормально видно и в той лампе и в той резкость наводишь сейчас чем-то побегаем чтоб автофокус за автофокусе рил вот мы смотрим все нам видно вот так в принципе визуально я бы сказал что все видно все понятно но лично мне конечно опять же я к этому привык и это тоже момент немаловажный вот здесь зелено-коричневый как бы а здесь бело-оранжевый получается но я привык в таком свете работать кто-то привык в таком самое главное не в том что как говорится кто как то как привык тут так и работает самое главное чтобы получалось видно и в той лампочки и в этой лампочки видно и сейчас мы еще одну включим лампочку вот эту вот из-за китая поставим видно да берем вся и и вот уже линия расходится это я на грубую ради как говорится ну это все условности как бы для тех кто не видел и не знает что это такое вот опять же вот такая лампочка но я бы сказал она в ней я работать не умею в линиях хотя на западе многие мастера работают в этих линиях и на западе в том числе работают так что вот такие вот к нам в гости две лампочки приехали не буду не хвалить не расхваливать я просто скажу лично свое мнение у меня лампы днепродентовский мне они нравятся но кому-то нравится ультра тул ультра дент там или еще какие-то кто-то вниз ли работает в люминесцентной у них тоже хорошо получается кто-то работает самодельных самопальных лампах тоже у людей получается то есть на вкус и цвет товарищем нет лично мое мнение на сегодня как бы из того что я видел повидал не только такие лампочки вот первый раз ко мне попала вот туловская лампочка я посмотрел в принципе неплохая лампочка но лично мое мнение лампочки вот этим не пробит мне нравится больше он более продуманный несколько подороже вот и это лампа это сейчас уже новые выпустились на ссылочку там кинул на все это в том числе ссылочки будут на сайт непродента на сайта вату и нас это будет на вот эту лампочку тоже так что принимать решение вам а я свое мнение высказал небольшие по скриптам у меня там на заборках валяется как вы видно все в пыли и против вот такой же экранчик только он не светопрозрачный я купил один белый один этот тут вообще присоски отвратительные она стоит какое-то там время потом падает скажем это наша сдержит потому что в гараже тепло хорошо может быть где-то на жарюке она и нормально работает но вот как люди справедливо заметили мы сейчас общались эти присоски так сказать они не ахти и такое тоже есть чудо вот это в принципе для работы на на солнце на жаре вполне возможно что в китае там где жарко на улице и она хорошо работает ну а так я как бы купил и считаю что в моих условиях вот оно неэффективно мое мнение этот не продумать а там кому что нравится только на работает ламп производителей всяких системных до кучи есть сейчас я смотрел бразильские видео там вообще цветных лампах работают имеется ввиду различных цветов светодиоды и красные и оранжевые и синие и зеленые и фиолетовые каких только нет кто в там в чем нравится тот там и работает все всем привет пока пока